You better turn up, you better be there when I shake, watch me rocking if I can't stop, if I should fall, just go ahead, come and catch me, baby, ooh, I love it, that's my tune to you. Hello, друзья мои, добро пожаловать в династию Дисней. Мы вернулись с вами к нашей принцессе Тиане, которая в свою очередь вернулась в ресторан, ведь у нее есть несколько дел, которые мы с вами должны уладить. И между прочим, в конце прошлой серии у нее наконец-то появился бойфренд. Она встретилась с Ричардом, они провели время и решили, что нужно попробовать построить отношения. Я очень надеюсь, что у них все сложится, я надеюсь, что вы поддержите их лайком, ну а мы сейчас с вами посмотрим, что у нас тут происходит в ресторане. Подождите, кто-то у нас такая идет? А, у нас тут какая-то грустная мадам, мадам, не грусти, сейчас открою ресторан, пойдешь закажешь себе что-нибудь вкусненькое и все будет окей. Итак, как вы помните, в прошлой серии мы с вами открывали наш ресторан и наши сотрудники, сотрудницы, повара и официанты вели себя, ну, немного странно. Вау, 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 подождите, подождите, погоди-ка, почему у нас тут такое происходит? Объясните мне, пожалуйста, кто, кто оставил еду на плите? Слушайте, ну это прям какой-то, ну я не знаю, о чем можно говорить с нашими сотрудниками, если они себя так ведут. Я думаю, что нам с вами стоит сейчас поработать с нашими работниками. Итак, давайте посмотрим. Значит, текущая работа шеф-повар. Мне кажется, что Пейдж, в принципе, смотрите, она у нас спокойная. Грейс тоже молодец, я бы, наверное, пока что этих двоих не трогала, хотя я вижу, что Грейс у нас уже мадам в возрасте. В принципе, я понимаю, что она будет достаточно вот уровень удовлетворения работников показывать, насколько довольны работники своей работой. Мы сейчас ее похвалим и думаю, что все будет хорошо. Вот в плане официантов, так, сначала у нас администратор, но, между прочим, я думаю, что недовольная. Но давайте до третьего уровня мы можем ее с вами попытаться повысить. Я надеюсь, что это ей поднимет настроение. Спокойная, очень недовольная. Вот Руби я бы хотела уволить. Она, конечно, молодец, но она у нас ведет как угодно себя, но не так, как нам с вами нужно. Поэтому, моя хорошая, сходи сейчас в туалет. Мы с вами бежали через весь вилло у Крик, чтобы попасть в туалет. Мы успели немножко отдохнуть у Ричарда, самую малость, никто нас не выгонял. Слушайте, а у нас тут кто-то еще успел умереть. А кто у нас умер? Джордж Беннет. Когда он успел здесь умереть? Я этого даже не видела. А может быть, мы это с вами видели? Уже как-то немного непонятно. У нас хорошая репутация, это очень хорошо. Повышение? Мне давно пора, класс! Мне так нравится, знаете, это обращение, типа, серьезно, мне повышение. Тина увольняет. Ну, извините, пожалуйста. Извините, но у нас не было другого выхода. Нам пришлось это сделать. Мы сейчас с вами должны нанять нового сотрудника. Давайте посмотрим. Значит, я бы хотела выбрать кого? Кого мы с вами можем взять? Смотрите, у нас есть вот такая вот Кира. Достаточно интересная мадама, и мне, между прочим, она очень нравится. У нас есть... Слушайте, а в основном-то я смотрю, что достаточно возрастные у нас персонажи. Можно взять Гарольда. Можно взять Киру. Вот я не знаю, честно говоря. Гарольд, конечно, в шапочке смотрится круто, но я бы взяла, наверное... Давайте попробуем Киру. Если не сможет справляться со своими обязанностями, то тогда придется брать кого-нибудь другого. Ну что, давайте посмотрим. Значит, мы с вами будем открываться. Все, наше заведение открыто, и мы пойдем с вами всех сейчас встречать. Я хочу сейчас проверить, как у нас тут нет, или где-то грязи, или еще чего-то. Мы должны со всеми здороваться. А ну-ка, подожди-ка. Дуэйн, привет. Я бы хотела смешно тебе представиться. Понимаешь, тут такое дело сложилось. Ты у нас тут совершенно случайно пробегаешь. Чё ты такой какой-то сердитый? Я хотела с тобой поздороваться. В общем, знаешь, у меня появился бойфренд. Я с тобой не собираюсь знакомиться. Но вот понимаешь, у меня есть одинокая сестра, которая хотела бы, ну, может быть, с тобой познакомиться, может быть, провести время. В общем, короче, я думаю, что мы с вами можем попытаться Дуэйна свести с нашей Сабриной. Согласитесь, идея очень отличная. Я ее увидела в комментариях, за что, конечно, огромное спасибо. Посмотрите, вот бегает тут Дуэйн, такой вот бедняга, одинокий. Мне кажется, что с Сабриной он бы смог здесь бегать вместе, а потом отправиться на острова. И вообще была бы такая романтика. Мне кажется, что они идеально сойдутся, потому что вот тот вот предыдущий молодой человек, который был у Сабрины, ну, он оказался, вы помните, писькой, короче, оказался. А вот мне кажется, что... Ой, а чё это у нас такой стресс-то разговор? Нам не надо этого. Хочешь туалет? Чувак, зайди, закажи у меня что-нибудь, и будет тебе туалет. Вот, надеюсь, что вот это вот мадам, а ну покажись мне. Ты, кстати, взрослая. Кира у нас тоже взрослая. Слушайте, у нас молодых персонажей, получается, нет, но зато посмотрите, какой симпатичный персонаж. Между прочим, я ее не создавала, игра сама ее создала. И мне кажется, что, знаете, периодически у игры получаются очень интересные персонажи. Значит, у нас молодая только Пейдж, ты, по-моему, тоже... Нет, ты тоже молодая, это хорошо. Я смотрю, что пока что все стараются. О, стой! Стоять, стоять, стоять. Мне надо тебя поприветствовать. Куда? Куда? Ты не хочешь ко мне зайти? Привет, добро пожаловать к нам на работу. Я тебя прошу, только не надо танцевать. Если ты начнешь танцевать и петь, мне придется тебя тоже уволить. За такое поведение, знаете, вот действительно будем сейчас более строгими. А то ведут они себя иногда, не пойми как... О, стоять, Фрэнк! Это не ты, случайно, с призраками там общался, а после этого мы с вами стали свидетелем неприятной стоевины. У нас, между прочим, здесь стояло одно надгробие. Ну и понятное дело, что мне пришлось его убрать к нам в багаж, потому что я боюсь, что остальные персонажи, наверное, не поймут, что у нас здесь происходит. Стоять, Лейлит! Подожди, тебя еще не поприветствовали. Заходить к нам в ресторан-то, значит, пока что нельзя. Ну, здрасте. Привет. У тебя классная прическа. Жалко, мы не можем выбрать комплимент. Знаете, вообще было бы очень круто. Вот, например, приходят к нам сейчас посетители. И, допустим, ты успела стать вонючкой. Когда? Ты же мыла руки, ты же мылась. Ах, о чем с ней разговаривать? В общем, короче, приходят к нам, допустим, посетители. Ну и мы, допустим, вот, например, Лейлит, можем сделать комплимент. У вас такой красивый цвет волос. А, например, ей-то не нравится, это ее может задеть. Она, например, наоборот, станет более сердитой. Или же мы ей скажем, что у вас такой красивый макияж. Ей станет очень приятно. И она нам, допустим, дополнительных чаевых сможет подкинуть. Так, я вижу, что тебе не очень хорошо, и тебе, скорее всего, нужно отправиться вот сюда. Давай-ка, отправляйся вот сюда, в туалет. Что такое? Почему ты сюда не можешь пройти? Всегда могла, теперь не можешь? Ты что, издеваешься? А ну давай, проходи. Ты понимаешь, как вонючка, ты будешь просто всех отталкивать. Поэтому давай-ка, давай-ка. Я знаю, как у нас тут в 74 все работает, как они... А что тебе мешает? Объясни мне, пожалуйста. А, теперь уже ничто не мешает, извините. Ну что, ты будешь куда-то садиться? А то они у нас какие-то, смотрите, мы вроде бы их пригласили. Давайте узнаем, все ли в порядке. Мы сейчас у всех должны узнать. И я бы хотела постараться вот этих всех ребят вытащить до пяти звездочек. Конечно, понимаю, что, скорее всего, поначалу это нам будет в убыток. Потому что, скорее всего, нам придется им, там, не знаю, бесплатную еду предлагать или еще что-то. Но затем, я думаю, что мы с вами только в плюс идем. Порекомендовать... Да. Давайте мы порекомендуем, что самое дорогое будем рекомендовать. Луковая плюшка. Давайте луковую плюшку. Подожди, луковую плюшку. Очень вкусно. Очень вкусно, чувак. Луковая плюшка, это вообще бомба. А шаурма с курицей? Нет, давай лучше шаурму с курицей. Нет, луковую плюшку. Вот, я тебе советую луковую плюшку. И затем давайте какой-то напиток мы можем предложить. О, холодный... Чувак, просто топовый заказ будет. Просто топовый. Вот закажи, и тебе по-любому понравится. Между прочим, нам с вами надо будет, конечно же, с меню поработать. Потому что мы с вами, с нашим... Что такое? Ты не хочешь с ним уже здороваться? Нам желательно наше меню отредактировать. Потому что, как вы понимаете, у нас все-таки есть очень прокаченные повара. И мне кажется, что нужно обязательно уже добавить что-нибудь более серьезное. Ну, что это? Сложность один из пяти. Я предлагаю, наверное, убрать... Ну, что мы можем с вами убрать? Воду нет. Ну, воду... Хотя, блин, воду нельзя убрать, так нечестно. Предлагаю тогда добавить нам что-нибудь более сложное. Один из пяти. Три из пяти. Вот, видите, у нас есть три из пяти. Поэтому предлагаю взять, например... Так, берем тебя-тебя. Потом мы можем с вами, между прочим, несколько алкогольных напитков выбрать. Приворотное зелье. Это, мне кажется, идеальный будет вариант для парочек. Нет, пять из пяти. Нет, даже четыре из пяти пока брать не будем. Это слишком. Вот, возьмем один из пяти. Серьезно? Семьдесят симолеонов? Офигеть. Возьмем такие варианты. Тогда я предлагаю убрать чай один. Неочменный морс. И давайте чай с сакуры. Нет, давайте побольше оставим таких вот более дорогих напитков. Значит, из закусок чипсы. Нет, убираем. Мы становимся более серьезным таким заведением. Поэтому давайте-ка выберем что-нибудь поинтереснее. Значит, что у нас с вами есть? Морковный хлеб? Нет, это все неинтересно. Питательный салат обязательно. Обязательно. Картофельный хлеб можем предложить. Можем предложить креветочный коктейль. Мне кажется, должен понравиться. И салат Цезарь. Кстати, еще и суп из моллюсков. Вообще бомба. Из основных блюд. Давайте, может быть, добавим, ну, хот-доги. Мне бы не хотелось, конечно, хот-доги. Мы с вами, когда наш ресторан будет подбираться уже питью звездочкам, мы с вами сможем попробовать здесь, конечно, свое какое-то вот меню именно собрать. То есть, там, допустим, какая-нибудь будет кухня, например, японская или еще какая-нибудь. Или, может быть, в стиле какого-то города, который у нас есть в 74. Так, надо поубирать вот это вот все. Бутерброд с тофу уберем. Это мы тоже уберем. Обжаренные кусочки курицы тоже уберем. Это слишком, слишком просто. Яйцо с тостом уберем. Бутерброд с овощами. Ну, ладно, пусть будет. Ну, и, наверное, из десертов. Самое интересное, друзья мои, десертики. Давайте возьмем, может быть, голубая луна, рожок. Сдвиг по фазе. Можно еще такой. Сдвиг по фазе предложить. Ягодный тортик. Помадку. Кекс. Красный бархат. Детка, ты хочешь заказать красный бархат? Это все мы уже брать не будем. Это у нас уже пошел четвертый, четвертый, четвертый. Давайте вот так возьмем. Пока что у нас небольшое пополнение будет. Ну, а затем мы посмотрим, как вообще будут справляться наши официанты. Ой-ой-ой-ой, убери, пожалуйста. Убери это. Все, пожалуйста. Не надо нам здесь выставлять вот эти вот грязные тарелки. Ну что, вы вообще собираетесь прислушаться к моему заказу? Я надеюсь, что собираются. Может быть, мы ей... А что ты не можешь? А, уже знает, что хочет заказать. Как ты можешь знать, если ты впервые, по-моему, пришла ко мне в заведение? Мы можем уделить ему приоритетное внимание, на что меня немножко расстраивает. Почему-то они все еще пока что троечку нам показывают, пока что к четверочке. В смысле? Ты почему спать легла? Ребята, может быть, нам ее стоит разбудить? Мне кажется, что как бы спать на работе, это не самый такой вот хороший вариант. Может быть, тебе пора вставать? Прости, пожалуйста. У нас полдня. Когда был здесь закрыт ресторан. Ребята, она опять ложится спать? Это что за поведение? Я несколько раз попытаюсь ее разбудить. Если она не захочет работать, то мне придется ее уволить. Ну, начинается. У нас теперь появились голые посетители, друзья мои. Знаете, мне кажется, нам можно в ресторане делать какие-то там, не знаю, голые четверги. Блин, у нас сегодня среда. Получается, у нас будут голые среды, когда к нам посетители будут приходить без одежды. И, между прочим, по-моему, к нам в ресторан... А ну-ка, давайте посмотрим. Подожди-ка, это же Джерри, на которого в свое время, по-моему, положила глаз наша сестра. А ну, давайте проверим. Значит, мы же с вами, Джерри, должны знать? Ну, чисто теоретически. И, между прочим, нам позвонили совсем недавно. Давайте-ка зайдем в наше дерево. И, к сожалению, сказали, что умерла Стелла, если я не ошибаюсь. Да, Стелла, к сожалению, умерла от старости. У нашей Синделл остался только младший брат Кристиан. И осталась, конечно же, Олеса. И она у нас ресторанный эксперт. Кстати, странно, что она к нам еще ни разу не приходила в ресторан. Но, с другой стороны, я буду очень рада ее здесь увидеть. Это было бы прямо очень здорово, если бы она к нам пришла. Между прочим, наши вот эти вот официанты, честно говоря, ведут себя крайне отвратительно. Мне постоянно нужно кого-то будить, потому что они все время спят. Почему ты ходишь голой? Почему к нам кто-то приходит в каких-то этих самых странных шортиках? Давай поприветствуем, узнаем, все ли в порядке. Ты кто вообще такая? Почему все смотрят на вот этого Джерри? Ну, я бы не удивилась, если бы все смотрели на вот эту вот мадемуазель. Но почему все смотрят на Джерри? Это прямо очень странно. Давайте-ка мы предложим ей бесплатный напиток. Я бы хотела хотя бы до пятерочки попытаться их повысить. Поэтому давай, отправляйся. Да ладно, можно подумать, вы никогда голых персонажей не видели. Слушай, что такое? Что тебе не нравится? О, пятерочка, ребята, пятерочка. Нам пятерку поставили, это хорошо. Это прямо очень приятно. Давай, кстати, еще одна пятерка. Так, стой. И ты пятерка? Да ладно, ребята, у нас сегодня пятерки. У нас сегодня сплошные пятерки. Это прямо здорово. Только вот ты мне что-то пятерку ставить не ху... Молодец! Молодца, ребята, мы с вами сегодня получаем пятерки. Вот эти двое, кстати, не хотят уходить. Я вот, честно говоря, не знаю, почему они не хотят уходить. Они тут у нас тусовку решили устроить или что. Но мы получили пятерки. Давайте уделим приоритетное, это самое, внимание вот этой вот мадаме. И вот этой вот тоже уделим внимание. Вот это мне главное нравится. Голая к нам пришла. И такая здесь всех развлекает. Слушайте, а может быть в этом суть? Может быть нам тут нужны голые официантки? Вы представляете? Слушайте, этот самый ресторан 18+. Ну, ладно, не голые, но подобрали они какие-нибудь интересные, например, наряды. Да сколько ж можно ж спать, да шо ж такое ты? Давай будем тебя будить. Слушайте, ребят, если они дальше так продолжат себя вести, я буду увольнять. Вот серьезно, мне, конечно, неловко, я такой вот вообще... Ну, вы знаете, наша Тиана достаточно скромная девушка, но вот когда дело доходит до дела, то, наверное, лучше взять все в свои руки и сказать, извините, вы нас не устраиваете. Вы спите на работе, вы ведете себя плохо, слушайте, троечка нас не устраивает. Нет, нет, нет. Будьте любезны, пожалуйста. Мне нужны пятерки. Почему вот эти не уходят, объясните? Они решили здесь подольше посидеть, а может быть... Я только хотела сказать, что может быть у них тут свидание. Хотя, ребят, они еще решили что-то заказать, серьезно? Ну, у нас нет ничего в управлении. И как вы видите, у нас тут нет ни четверок, ни пятерок. Так, я думаю, что одной мы можем предложить напитки, а другой мы можем предложить... Давай посмотрим. Ну, например, десерт. Нам как бы не жалко, мы можем десерт первого уровня, ребята, предложить им. Что такое? Почему вы все время скандалите? Почему вы все время выясняете отношения? Давайте узнаем, все ли в порядке. И у вас тоже узнаем, все ли в порядке. Слушайте, ну потихонечку, потихонечку. Мы подбираемся к пятизвездочкам. То есть у нас сегодня такой вот очень продуктивный день в нашем ресторане. То есть вы видите, что мы стараемся по максимуму обслужить наших посетителей. И мне кажется, что нам нужно будет отметить такой вот успех. Я вам хочу сказать, что мне кажется, что это действительно успех. Потому что если мы с вами сегодня сможем хотя бы четыре с половиной звезды вытянуть, то я считаю, что впереди нас ждет просто идеальный ресторан. Останется нам, друзья мои, только с вами чуточку больше денежек заработать. И вообще все будет прекрасно. Мы вернулись домой после трудной рабочей ночи в ресторане. И нас порадовали покупатели. Оказывается, две картины хотят купить у нашего Джулиана, друзья мои. Давайте пойдем их сразу же отправим. Значит, во-первых, возьмем почту. И сейчас пойдем их отправлять. Давайте смотреть. Мы с вами должны отправить. Две 200 мы получим. И давайте-ка сразу же, ну, 500. Неплохо. Также нам нужно заново выставить на продавито вот эти две картины. К сожалению, пока что их никто не покупает. Но я надеюсь, что в скором времени их обязательно купят. И я бы хотела, конечно же, дальше заняться нашими картинами. Большая картина. Окей, давай рисовать. Кто уже звонит Майе? Может быть, какие-нибудь поклонники? Кто? Здравствуйте, Майя. Вас беспокоят из актерского агентства. У вас новый ролик? Конечно. Конечно. Давайте посмотрим. Прослушивание. Соленая пена. Скаменная лавка Владислауса. Слушайте, а вот с Владислаусом было бы интересно. 150, 455. Навык фитнеса. Слушайте, давайте возьмем приключения на мертвом море. Насколько я знаю, Майя неплохо прокачала фитнес. Поэтому я думаю, что нам должна подойти эта роль. А давайте, кстати, проверим, что у нее с фитнесом. Потому что будет очень обидно. Между прочим. Я же говорила, что она хорошо прокачала. Что такое? Почему ты не хочешь? А, электричество у нас отключили. Точно. Нам же пришло уведомление, что нужно как бы оплатить. А что у нас там по оплате? Сколько? 12 тысяч. Ребята, где нам с вами сейчас взять 12 тысяч? Скажите, пожалуйста. У нас, насколько я знаю, сингл работает. Но вот я так понимаю, что с рисунками пока что у нас небольшая беда. То есть Джулиан пока что не все картины может продать. И, честно говоря, мне это не особо радует. У нас с финансами пока что все не очень хорошо. И я так понимаю, что мы с вами, наверное, скоро перестроим, скорее всего, наш дом. Может быть, даже переедем. Но, скорее всего, перестроим. Кстати, а почему бы нам с вами не пойти и не посмотреть, что у нас здесь продать урожай? Давайте продадим все. Как вы знаете, у нас есть небольшой такой вот садик. Мы почему-то им не занимаемся. Между прочим, подождите, а Джулиан же может заниматься, изучать исторические объекты? Нет. Я бы хотела, чтобы мы с вами продолжили заниматься на нашем столике. Потому что, насколько я помню, мы его вроде как прокачивали. Механику мы тебя прокачивали? Подожди, когда ты уже успел прокачать танцевальный навык? Джулиан, откуда у тебя эта прокачка? Я не помню, чтобы он у нас так много танцевал. Значит, гитара... Подождите, механику мы же прокачивали, но слабенько прокачали, к сожалению. Может быть, кто-нибудь у нас начнет свечки делать? Может быть, ты хочешь заняться свечками? Мне кажется, что у нас, скорее, больше времени хочет провести, например, где-нибудь на природе. И мне бы хотелось... Ну, не знаю, как насчет сегодня, но, возможно, завтра. В четверг, в смысле. Мы бы с вами могли отправиться к морю. Мне кажется, что это был бы отличный вариант, во-первых, познакомиться поближе... Что у вас тут происходит? Мне кажется, что это был бы отличный вариант, во-первых, познакомиться нашей Сабрине с нашим новым другом, с которым мы познакомились возле ресторана. Ну, и, конечно же, провести некоторое время Тинни вместе с Ричардом, потому что вы видите, что мы пересекаемся с ним у него дома, у нас дома. А хотелось бы, конечно, какой-нибудь романтики. Значит, давайте смотреть, как дела у Майи. У Майи, вроде, тоже все хорошо. То есть, вы видите, у нас наша семейка, в принципе, более-менее ладит. И меня это очень радует, потому что я боялась, что у нас тут будут постоянные конфликты, какие-то ссоры. Но, оказывается, нет. Подождите, а ты у нас кто такая? Я тебя уже где-то видела. Эбби, ну-ка, покажись. Где я тебя могла уже видеть? Может быть... А я не скажу, где я ее видела. А не скажу! Все, большой-большой секрет. Вы как-то странно разговариваете, но да ладно. Слушай, так может быть, ты отправься на пробежку, раз у нас сейчас проблемы с электричеством. Ты же можешь пойти побегать, Даша, молодец. Даша хочет отправлять в плохую погоду. Отправляйся на пробежку. Все, молодца. А ты должен дальше рисовать. Извини меня, пожалуйста. Но у нас нет сейчас другого выхода. Давай выставляем на продавитое, и мы сейчас посмотрим, что у нас есть еще. Реализм поп-арт. Кстати, они очень любят поп-арт у нас покупать, поэтому давайте-ка попросим, пусть занимается поп-артом. Я так понимаю, что, может быть, мы можем сейчас поработать на планшете? Слушайте, а почему мы не можем... Ну, компьютер, понятное дело, что у нас не работает. Было бы очень странно. А вот, кстати, тебе бы сделать домашку. А ну-ка, давай-ка сделай домашнее задание. У нас пока светло, более-менее. Ты можешь здесь сесть и сделать домашнее задание. Свечи-то у нас хотя бы горят. Домашнее задание при свечах. Вы представляете, до чего мы докатились? Я просто хочу переделать тогда этот дом, или вообще, действительно, может быть, переехать на меньший участок. Вот, например, на этот. Потому что этот дом стоит очень-очень дорого. Ну и плюс, если, например, Сабрина все-таки переедет к Дуэйну, то мне кажется, что этот дом даже слишком большой. Сабрина? Ладно, мы не будем к Сабрине тут как бы проявлять какое-то внимание. Давайте мы оставим ее наедине. Мне кажется, это как-то не очень... Ну, как бы хорошо ее сейчас трогать. Давайте посмотрим, как дела у Синдал. У Синдал, в принципе, все хорошо. Мы, кстати, можем... Подожди-ка, а ты же у нас вроде бы с садиком на ты. Нет? Нет? У нас, по-моему, что-то здесь только что блестело из вот этих вот растений. Видимо, я ошиблась. Она, вы видите, тоже в депрессии. То есть у нас, в принципе, сейчас все в таком не самом лучшем настроении. Но я смотрю, что вот Майя у нас отправляется на пробежку. И у нее сразу же такое вот вдохновленное настроение, состояние. Я бы хотела, чтобы она немножко сейчас еще порепетировала. Ей в четверг нужно на 7 вечера аж. У-у-у, на 7 вечера. Слушай, а можно покататься? Ехать на велосипеде? Отправляйся, покатайся. Кто-то оставил у нас тут велосипед. Ну, а мы с вами поедем покатаемся. Дорогая, ты не думала, что тебе желательно все-таки не на каблуках кататься? Как вы думаете, что движет Майей, что она решила вот так вот покататься на велосипеде? Ты будешь ехать вообще? Кататься, давай. Катайся. Я, в принципе, не против посмотреть на это. Главное, чтобы она не упала здесь на каблуках. Я смотрю, что Тина настолько сильно устала, что она даже не просыпается до конца этого дня. Может быть, мы с ней снова отправимся в наш ресторан. Потому что, к сожалению, мы, конечно, поработали неплохо, но... Ты уже все? Ты нарисовал? Молодец. Ты молодец. Давай выставлять тоже. Нам нужно сейчас как можно больше картин выставлять. Давай-ка, может быть, абстрактную... Ну, не знаю. Можно, кстати, еще попробовать абстрактную картинку нарисовать. Но вы видите, что у нас есть 8 тысяч. И как бы все равно мы оплатить счета с вами ну никак не можем. Когда, между прочим, возвращается Синдал? Синдал, между прочим, вот-вот-вот-вот-вот-вот в пять вечера должна вернуться. Мы с вами сейчас посмотрим, что у нас здесь. Но вот можно было бы, кстати, мне кажется, что наш новый домик сделать в соответствии с вот нашими всякими мерами. То есть, чтобы у нас здесь было все экологически чистым. Чтобы у нас был большой сад, где мы могли бы выращивать различные фрукты и овощи. Чтобы у нас тут были, например, и солнечные панели. И, например, мы могли бы несколько генераторов построить. Поэтому я думаю, что мы с вами, скорее всего... Ух ты! Слушай, молодец, Синдал! Синдал просто молодца! Она получила повышение, с чем мы ее, конечно, поздравляем. Подожди-ка, 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 Кристиан. Кристиан, я понимаю, что ты решил к нам заглянуть в гости, но мне кажется, сейчас будет неловкая ситуация. А он даже не смотрел, что у нас здесь происходит. Я попрошу тебя сейчас помочь здесь все почистить. Потому что я вижу, что у нас, как видите, засорился туалет. И, наверное, вот это мы с вами тоже будем выбрасывать. Ну, а Тину я бы хотела попросить, чтобы она продолжила прокачивать свою готовку. Потому что, видите, что нам с вами нужно будет развивать нашу жизненную цель. Практически всю следующую ночь Тина провела в ресторане. И, знаете, мне кажется, что дела в нашем заведении идут чуточку получше. Потом она вернулась домой, привела себя в порядок. И решила вместе с Ричардом, вместе со своей сестрой Сабриной и нашим новым знакомым, который вот тут на нашу сестричку, видимо, уже посматривает, отправиться на острова Сулани. Только вот что-то мне подсказывает, что Ричард единственный, кто решил не переодеваться. Почему-то Сабрина переоделась. Посмотрите, в каком она платье. Посмотрите, мне кажется, она догадывалась. Она догадывалась о том, что наша Тина хочет устроить здесь какое-то романтическое свидание. Знаете, она так не в двусмысле. Она, скажем так, намекала, что, мол, как бы выбери наряд посимпатичнее. Мы отправляемся к морю. Ну, в общем, вы понимаете. Вы понимаете, чем должен закончиться сегодняшний вечер. Ну что, давай-ка мы оставим влюбленных вместе. Пусть они тут проведут сейчас время. А мы пойдем сейчас покатаемся. Давай попросим покачать меня на качельках. Так, Ричард, идем. Идем отсюда, не будем им мешать. Что такое? Ты будешь со мной здоров... В смысле? Он будет со мной здороваться или нет? А то, мне кажется, это было бы как-то странно, если бы мы к нему сразу, знаете, подошли с какими-то вопросами, странными, не знаю, там, предложениями. Я хочу, чтобы мы пока что просто поболтали, провели время вместе. Ну, хамский анекдот. Мне кажется, это будет чересчур. Мы сейчас себя будем вести как истинная леди. Поговорим про погоду, поговорим про вот этих чайчик. Можем поговорить про вот эту вот скульптуру. Ну, то есть сейчас будем пытаться, конечно же, произвести впечатление. Смотрите. Между прочим, мы смогли его развеселить. И, знаете, если у них сложатся отношения, то меня это будет очень сильно радовать. Подожди, душевно пойдем поговорим. В смысле, куда ты собрался? Я с тобой не договорила, он уже собирается сваливать. Ну, что это такое? Давайте мы покажем ему пародию. Мы сейчас должны показаться ему такой, знаете, веселой, очень милой девушкой. И я надеюсь, что он это оценит. Так, что ты мне расскажешь? Так, подожди, подожди. Тебе нужно отправляться. Давай, Адриан, тебе нужно отправляться на учебу, тебе нужно на сборы отправляться. А мы сейчас вместе с Ричардом будем здесь кататься. Посмотрите, ребят. Ну, вот просто посмотрите на вот этот кадр. Посмотрите, как романтично это все выглядит. То есть мы с вами сидим на берегу вот такого вот залива. Здесь катаемся... Ричард, переоденься. Я тебя очень прошу, но это так странно выглядит. У нас все в купальных костюмах, в каких-то платьицах. И только наш Ричард решил в штанах, в ботинках, в когте отправиться сюда. Ну, правильно. Надо же как-то, не знаю, произвести впечатление на нашу Тину. Я лучше приду в таком наряде. Она попросит меня, наверное, переодеться. И мне будет очень приятно, что она такая вот внимательная. Я смотрю, что наши отношения потихонечку, потихонечку растут. Я бы хотела, конечно же, повосхищаться природой и сказать, смотрите, тут такая красота. Здесь так здорово, вообще я хотела бы здесь жить. Это, знаете, такой вот недвусмысленный намек. Кто нам уже решил позвонить? Коул Редфорд. Извини меня, пожалуйста, но не сейчас до тебя. Между прочим, Коул, ты тоже достаточно интересный персонаж, о котором я чуточку позже вам расскажу. Значит, а что это у вас портятся отношения? В смысле, тебе не нравится, как он тебя катает? Это как-то прямо очень странно. Ладно, оставим этих голубков. Подожди, ну подожди, ну куда ты уходишь? Я хочу с тобой скульптуру из песка сейчас лепить. Пойдем лепить. Пойдем лепить скульптуру. А мы, между прочим, нашу Тину можем попросить что-нибудь приготовить сейчас. Давайте кукурузку попросим ее сделать. Потому что, мне кажется, у нас тут все проголодались. Она, между прочим, тоже проголодалась. Посмотрите, какая она довольная. Так, только ты не начинай у нас куда-то уходить. Только ты, пожалуйста, никуда не уходи, потому что мне будет очень грустно. Между прочим, пока Тина работала, Ричард нам звонил, ну не знаю, раз пять, наверное. То есть, он нам и комплименты там раздавал, мол, как бы, красавица, приходи ко мне в гости. Красавица, как у тебя дела? Красавица то, красавица все. А ты кто такой? Это Сэм? Посмотрите, какой интересный у нас тут есть персонаж. Слушайте, ну прям очень интересный и симпатичный такой. Ну да ладно, все, не отвлекаемся, друзья мои. У нас тут кукуруза. Кукуруза горит. В общем, он нам звонил очень часто, знаете, в отличие от наших всяких различных персонажей, мужского пола, с которым, ну как бы, у нас... Подождите, ну что ты делаешь? Ну вот с теми персонажами у нас зачастую не складывались отношения. А тут я прям смотрю, что, ну вроде как, вроде как. Он прям, прям проникся к нашей Тине, и мне кажется, что у ней должно все получиться. Значит, у нас сейчас есть возможность его страстно поцеловать. Давайте-ка мы как бы подадим хороший пример. Ну куда? Ну зачем нужно было так бежать, чтобы всех птичек разогнать? Ну что это такое? Что это за поведение? А это кто у нас такой бежит? Ты кто такой? Киоси! Здрасте, Киоси! Ты у нас везде. Ты у нас вездесущий Киоси. Давай, может быть... О, смотрите. Смотрите, мы их подталкиваем к тому, чтобы, ну как бы, тоже вам пора, может быть, хотя бы там... Не знаю, пойти погулять по пляжу. Смотрите, какая романтика. Смотрите, как это все мило. И мне нравится, как Сабрина посматривает на Дуэйна, и он, смотрите, улыбается. Слушайте. Ну это прям хорошо. Будем сейчас пытаться Дуэйна как-то повеселить. Будем пытаться как-то, знаете, ну вот действительно вести какие-нибудь такие вот интересные нейтральные темы, веселые. То есть как-то каким-то серьезным, не знаю, мне кажется... О, я смотрю, что уже все, друзья мои. Он уже покраснел, он уже смутился. Я так понимаю, что ему нравится с нами общаться. Ты тоже решил что-то приготовить? Он тоже решил что-то приготовить вкусное. Кормить с ложки? Слушайте, как интересно. Давай попробуем. А ну-ка давай. О-о-о, ребята. Пошла жара. Пошло, поехало. Ну, не знаю, заигрывать есть ли смысл. Может быть, мы попытаемся пофлиртов... Пофлиртовать. Когда я говорю попытаться пофлиртовать, он с ней флиртует, ребят. Дуэйн с ней флиртует. Вы понимаете, о чем это говорит? Вы понимаете, что это говорит о том, что как бы у нас, ну, вроде как что-то может сейчас намечаться. А если у нас что-то намечается, то мне кажется, что, ну, Дуэйн действительно хорошая партия для нашей Сабрины. Да что ты туда-сюда вскакиваешь? Туда-сюда, туда-сюда. А лепить скульптуры, я думаю, что нет, уже хватит. Уже хватит нам лепить скульптуры. Подожди, давай-ка мы с тобой позаигрываем. А ты, моя дорогая, куда ты пошла? А, ты пошла в туалет. Извини, я тебе мешать не буду. Я бы хотела сейчас с Ричардом, может быть, предложить остаться на ночь? Ммм, хорошая идея. Мы можем предложить ему приехать к нам домой. Кстати, мне кажется, он не должен нам отказать, но я, по крайней мере, надеюсь на это. Ну, и затем мы можем его попытаться соблазнить, чтобы он понял, для чего он будет оставаться у нас дома. Ну, и я бы, кстати, Дуэйна тоже бы пригласила к нам в гости. Мне кажется, это тоже был бы хороший такой вот поворот, скажем так. Лепить скульптуру я бы не хотела, а вот покормите еще... Посмотрите, как это мило смотрится. Я просто не могу. Мне кажется, что Дуэйн и Сабрина, ну, прям, прям прекрасно смотрятся меньше, чем он решил наготовить кучу всякой еды. Объясните мне, пожалуйста. Ричард решил сейчас всех покормить? А, он просто, видимо, увидел, что с ложечки кормят. Поэтому он решил, ну, ладно, раз кормят с ложечки, то, как бы, лучше я побольше приготовлю. Может быть, меня тоже с ложечки покормят. Так, я хотела бы, давай, может быть, обменяться, заключить... Давайте попробуем заключить в объятии. Я не знаю, согласится он или нет, но... Первый поцелуй... Да ладно! Вам не кажется, что как-то рановато? Хотя... Знаете, я уже не сомневаюсь. Я уже не сомневаюсь в том, что есть смысл, как бы, переходить к первому поцелую. Мы можем сейчас его похвалить, мы можем еще раз заключить... Оооо, ребята! Мне кажется, что до первого поцелуя осталось совсем немного. Мы можем попробовать. Давайте попробуем. Да-да, нет-нет, если он наш... Ну, вот, скажем так, наша судьба, наш избранный, то... Мне кажется, он нам не откажет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотрим, друзья мои. Да ладно! Она его в носик, по-моему, поцеловала. Это было так забавно. Но, знаете, предложить остаться на ночь у нас появился такой пункт. То есть, мы можем ему предложить остаться у нас дома. Но, правда, у нас, конечно, мест не так уж много. Но, с другой стороны, а почему бы нам сейчас не поехать к нам домой и сразу же всех познакомить и представить? Мы вернулись домой, и романтический вечер у нас продолжается, друзья мои. И, между прочим, всех остальных членов семьи я отправила отдыхать. Вот в этой комнате сейчас при свечах кушают Дуэйн и Сабрина. И, знаете, это выглядит очень неромантично. Потому что вот это все надо поубирать. Давайте сами поубираем, потому что мне кажется, что что-то сейчас пойдет не так. Дуэйн посмотрит на вот это все и скажет. Извините, вы не могли выбросить? Так, а ну-ка уходи отсюда. Меня не очень радует, что у нас тут вампиры по ночам ходят. Подождите, подождите. Кто у нас куда отправляется? Ты-то куда пошла? Куда твой Ричард пошел? Сейчас его вампир укусит, и все. Давай-ка, может быть, мы сейчас его поцелуем, раз у нас уже все отдыхают. Мы можем с вами его поцеловать, как-то задержать его прямо здесь. И я бы хотела, ну, глядя на их взаимоотношения, перейти на, скажем так, более, ну, интересную ступень и попытаться сделать ему предложение. Ну что, ты готов? Ты согласен? Да, друзья мои, он согласен. Он стал нашим избранным. И это, конечно же, очень и очень здорово. Смотрите, это просто великолепно. Мне кажется, что эти двое, конечно же, могут переехать. Вот к вам вопрос, друзья мои. Как вы думаете, что нам с вами лучше сделать? Вот эти двое могут, конечно же, переехать в совершенно другой дом. Я бы выделила им немного денег. Я не думаю, что прям все деньги от продажи вот этого дома мы можем им отдать. Либо же мы, конечно, можем жить все вместе. Я бы, конечно, хотела, чтобы какое-то время они пожили все вместе, но затем, если, например, Сабрина переедет к Дуэйну, а, например, может быть, Майя тоже встретит какого-нибудь своего избранника, то уже затем мы, как бы, могли бы, например, еще один новый домик построить для нашей молодой семьи. В любом случае, я бы хотела, чтобы у Сабрины и Дуэйна тоже все сложилось. Мне кажется, что они тоже отличная пара, поэтому давай-ка, может быть, мы его сейчас попытаемся заключить в объятии. И я бы хотела попытаться предложить ему, ну, построить, может быть, какие-то отношения. Слушайте, у нас сразу же появляется такой вот интересный пункт, но мне кажется, пока что рано это все делать. Давайте посмотрим. Если это судьба, если они созданы друг для друга, то у нас сейчас все пройдет просто идеально. Если же нет, то, ну, будем пытаться с ним наладить отношения, но мне кажется, что с Дуэйном наша Сабрина будет счастлива. Ну, давай-ка мы сейчас тебе там какой-нибудь комплиментиц, делаем, может быть, что-нибудь еще приятное, скажем, а затем попытаемся, попытаемся предложить ему построить отношения. Нам бы попытаться где-то деньги раздобыть, но я не знаю, даст ли нам это сделать или нет. Привет! Мы с тобой давно не виделись! Это как-то очень странно выглядит. Ты будешь ему предлагать встречаться или нет? Слушайте, это как-то странно. Мы же вроде бы выбрали этот пункт. Давай, стать парой. Ну? Сабрина, давай, пожалуйста. Порадуй сейчас меня и наших ребят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, друзья мои, мы с тобой... Слушайте, у нас сегодня и пара появилась, и у нас наша Тина выходит замуж. Ну, это же просто восхитительно. Мне кажется, что это просто... Ну, вот видите, вот видите, какая у нас романтика. Самая настоящая романтическая серия. Мне кажется, что у наших девочек может, кстати, быть свадьба в один день. Двойная свадьба, мне кажется, это было бы очень даже круто. Ну что, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если вы хотите знать, что будет дальше, возможно, у нас будет перестройка домика. А может быть, мы с вами сыграем свадьбу в следующей серии, я пока что не знаю. Обязательно поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok